Начались испытания атомного подводного робота «Посейдон». Оружие 9-34-26 ДЕК. 2018 сложность 3.1. Начались испытания атомного подводного робота «Посейдон». «Посейдон Минобороны России». Ютьюб. Российские разработчики приступили к подводным испытаниям перспективного автономного необитаемого подводного аппарата «Посейдон». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, речь идет пока об испытаниях ядерной энергетической установки подводного робота, которая установлена в корпусе «Посейдона». Ходовые испытания робота еще не проводятся. О разработке нового подводного робота, оснащенного ядерной энергетической установкой, в марте текущего года рассказал президент России Владимир Путин. По его словам, аппарат, для которого позднее приняли название «Посейдон», способен на очень большой глубине перемещаться между континентами. Такой робот сможет нести ядерный боевой заряд и под водой развивать большую скорость. По словам Путина, новый подводный робот способен поражать различные цели, включая авианосные группы и береговые укрепления. Аппарат оснащен ядерной энергетической установкой, занимающей в сто раз меньший объем, но выдающей бы большую мощность, чем современные реакторы подводных лодок. По словам источника ТАСС, во время испытаний в качестве носителя подводного робота используется одна из атомных подводных лодок российского флота. Другие подробности о проводимых проверках не уточняются. Завершить разработку «Посейдона» планируется до 2028 года. Разработка «Посейдона» ведется в рамках проекта «Статус-6». Впервые информация о проекте появилась в ноябре 2015 года, когда российские федеральные каналы показали репортаж о совещании, проведенном президентом России и посвященном развитию вооруженных сил и оборонной промышленности страны. Тогда телеканалы показали несколько кадров, на которых некий генерал держит в руках распечатку презентации с описанием подводного аппарата «Статус-6», создаваемого Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». В распечатке утверждалось, что новый подводный робот предназначен для поражения важных объектов противника на побережье с созданием обширных зон радиоактивного загрязнения. Указывалось, что дальность хода робота составит не менее 10 000 км, а глубина погружения – 1 000 метров. Робот сможет развивать скорость до 185 км в час. В распечатке носителями новых аппаратов указывались атомные подлодки проектов 09852 и 09851. В мае текущего года стало известно, что российский флот примет новые подводные аппараты на вооружение до 2027 года. Во время своего выступления перед Федеральным собранием в марте текущего года Путин рассказал о нескольких новых типах ядерного вооружения, разрабатываемых Россией в качестве ответной меры на активное развитие американской системы противоракетной обороны. Подробнее о некоторых из них вы можете почитать в нашем материале «Идем Отечества». Василий Сычев Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...